Почти две тонны контрафактной рыбы было изъято сотрудниками регионального Роспотребнадзора в этом году. С реализации сняли 65 партий. Наиболее часто встречались нарушения при проверках. Это несоблюдение условий хранения рыбной продукции, реализации рыбной продукции с истекшим сроком годности, без маркировки или с маркировкой, на которой не указана дата изготовления и конечный срок реализации. И опять же по содержанию глазури. Сейчас самый широко используемый и эффективный способ гоморозки рыбы и морепродуктов – так называемое глазирование. При таком способе гоморозки поверхность равномерно покрывают тонкой ледяной корочкой – глазурью, которая предотвращает обезвоживание и окисление. Глазури должно быть не более 5%, иначе товар бракованный. Полторы тонны такого продукта было арестовано в этом году. В Нижегородской лаборатории Роспотребнадзора специалисты проверяют наличие в рыбе токсичных элементов. На приборе мы делаем исследование на содержание кадмия. Анализ у нас по элементам. То есть на каждый элемент существует своя лампочка. Мы настроили на кадмий, построили калибровочный график определенной концентрации. Для чего это делается? Для того, чтобы мы могли знать, какая концентрация данного вещества в нашей рыбе. Также специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют быть бдителями при выборе красной икры. Недавно у частных предпринимателя изъяли партию контрафакта после обращения жителя. Был указан изготовитель, а именно общество с ограниченной ответственностью, рыбоперерабатывающий комбинат «Даленторг», который по данным сайта налоговой службы не осуществляет свою предпринимательскую деятельность 2014 года. Белковая подделка может даже навредить здоровью. В преддверии новогодних праздников специалисты регионального управления Роспотребнадзора советуют не приобретать этот продукт с рук и в местах несанкционированной торговли, даже если цена на икру ниже магазинной. Олег Лавров и Михаил Горняков. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова